Сегодня середина ноября, 15 число. Разрабатывая электрическую лампочку, изобретатель Томас Эдисон исписал 40 тысяч страниц. О бумаге в промышленных масштабах думали в этот день в Самаре. 15 ноября 1891 года городская дума решила построить бумажную фабрику. Здание разместили при лесопилке на берегу Волги. Картон и оберточную бумагу в ту пору производили из древесных опилок, тряпья и льняной соломы. 15 ноября 1981 года известный боксер Василий Шишов впервые в истории куйбышевского бокса завоевал золотую медаль на Кубке мира по боксу в Монреале, Канада. День 15 ноября 1988 года стал поистине звездным. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Энергия». Собрали ее на куйбышевском заводе «Прогресс». Ракета в комплекте с орбитальным кораблем «Буран» совершила два витка вокруг Земли и приземлилась на Байконуре. Полет прошел без экипажа, полностью в авторежиме. Позже этот факт, полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю под управлением бортового компьютера, вошел в книгу рекордов Гиннесса. И продолжая тему достижений. 15 ноября 1866 года родилась Александра Яблочкина, актриса малого театра, народная артистка Советского Союза. Легендарная женщина, легендарная судьба и карьера. Кстати, за 90-летний творческий стаж имя актрисы попало в книгу рекордов «Дива» – российский вариант Гиннесса. 15 ноября 1936 года родился человек волшебной сказки, самарский писатель Владимир Бондаренко, который о себе сказал стихами «Родился я под крышей старой хаты, взрослал в степи средь пашин и лугов, где в речку льют восходы и закаты, святую кровь низвергнутых богов». 15 ноября 1929 года родилась Раиса Поддубная, известный самарский историк, краевед, автор многочисленных книг об истории Самарского края. Сегодня именинный Константинов. Это имя в переводе с латинского означает «постоянный», «стойкий». Знаменитые тезки, Константина. Константин Циолковский – известный ученый, Константин Пустовский – мастер лирической прозы, Константин Станиславский – великий реформатор театра. В старину в этот день завершали полевые работы и подготавливали к зимнему хранению пшеницу овес. Туман 15 ноября обещал мягкую зиму, по крайней мере ее первый месяц. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok